Здорово, мои шелны, на экране War Thunder Mobile и с вами Хакусадарив Исарио. В сегодняшнем выпуске мы разберем с вами, как максимально профитно оформлять пробитие и рассмотрим самые уязвимые места в большинстве представленных в игре танков. Но при начальном просмотра давайте организуем розыгрыш трех-семидневных премов для игры. Для участия вам нужно выполнить ритуал ютуба в виде подписки на канал и лайка на данное видео. А также после просмотра ролика написать любой комментарий и свой никнейм в дискорде или юрел вконтакте. Ну а результаты будут в одном из июльских видео. И если будет много комментариев, мы обязательно его повторим. Но теперь небольшая реклама от спонсора и мы приступаем. Если вы играете в мобильные игры, то наверняка столкнулись с проблемой доната в Google Play и App Store. Это связано в первую очередь с санкциями, которые к сожалению пока никто не собирается снимать. И поэтому единственной на данный момент выходом является покупка валюты через сторонние сервисы. А они в свою очередь могут быть не всегда надежными. В связи с этим хочу порекомендовать вам услуги пижамы. Это проверенный продавец, с которым я работаю уже давно. У него вы найдете дешевый донат, большой спектр услуг, а также большую базу отзывов. Ссылка будет в описании под видео. Итак, многих новичков интересует самый главный вопрос. Как пробивать и уничтожать танк одним выстрелом? В ряду случаев, не зная техники противника, это тяжело, и для выявления уязвимости каждой модели потребуется время и опыт. Но так как игра базируется на компьютерной версии, в ней есть ряд основ, которые так или иначе перекочевали в мобильный War Thunder. Для начала вы должны помнить о таком явлении как рикошет. Во многих танках корпуса сделаны под углом, будь то хоть лобовая часть, хоть корма. Вы должны всегда стрелять под углом 90 градусов, и тогда любой снаряд имеет большие шансы пробить основную броню. Далее стоит упомянуть самые слабые места. Они как правило находятся сзади в корме или по боковым бортам танка. В связи с этим старайтесь уничтожить в борт или сделать пробитие в кормовую часть корпуса танка. Но данный способ знают даже те, кто сыграли хотя бы пару игр. Но теперь разоберем как вывести технику при битве в лоб. Есть танки, которые нужно выцеливать оппозиционно. Например, если танк стоит наклоном, шанс рикошета у него будет больше, что явно будет не вашу пользу. Поэтому старайтесь вести себя ловко и выстраивать хорошую траекторию для нужной атаки. Ещё по наблюдению опытных игроков, если перед вами тяжёлый танк, а вы играете против него на мощный фугас на воске низкого ранга и знаете, что фугасом его не пробить, то стоит целиться под нища, тогда шанс пробития будет максимально большим. Ещё стоит помнить, что самый большой урон скрывается за маленькими деталями и местами. Как пример есть командирский люк, с попаданием в который вы сможете уничтожить экипаж или сорвать боекомплект и отправить танк на респ. Обращайте также внимание на такие детали, как щели между бронёй танка или же корпусом и орудием, куда с выстрелом вы с большей вероятностью нанесёте неоправимый урон вашему противнику. Есть случаи, где один точный снаряд сможет не только вывести танк из строя на время сорвав пор модулей, но и сделать тотальное пробитие, как например каморными снарядами. Ну а самые защищённые места у танков, как правило, находятся в лобовых точках на месте стыка вертикальной и горизонтальной брони. Рекомендую туда вообще не пытаться бить даже при зелёном прицеле, который иногда может давать неправильную инфу. Ещё также хочу упомянуть, что почти на каждый танк есть своя специфика ведения боя. Для того, чтобы иметь о ней хоть какое-то представление, рекомендую ознакомиться со взводами в ангаре. Например, вы только начали играть, и вам в боях, как правило, будут попадаться игроки равного вам уровня с соответствующими взводами. На общую радость вся информация о характеристиках взводов представлена в меню выбора, даже если они у вас ещё не приобретены. И поэтому вы всегда сможете узнать и ознакомиться с потенциальной техникой оппонентов, а также просмотреть в себя какие-либо другие варианты, если текущий игровой танк вам не нравится. Ну и наконец, таким образом вы будете иметь представление о основных видах и характеристиках танков, знать куда лучше оформлять пробитие, а также перед кем лучше идти в лобовую атаку и атаковать борты и корму. Ну а на этом всё. Надеюсь, моё видео показалось максимально полезным и информативным. Не забывайте выполнять ритуалы ютуба, а также писать комментарии для участия в розыгрыше. Спасибо за внимание. Я кончил.